Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 февраля и пора поговорить о посевах перца. О тех самых ранних посевах, которые я вот сеяла для теплицы, для получения суперраннего урожая. Потому что многих интересуют перцы даже более, чем томаты. Потому что про томаты знают почти все, почти все. А про перцы тут возникают у некоторых начинающих огородников такие вопросы. Вот мне Ирина Губко написала, когда будете пикировать свой перец, а то у меня два настоящих листа, я вас жду. Сеяли в одно время, я думала, что вы 6 февраля распикируете. Ну, 6 февраля, когда я пикировала томаты, вот они у меня томаты, я ни в коем случае не могла распикировать перец, потому что перец был посеян даже позже. Томаты были посеяны 23-го, а перец, по-моему, 27-го. И посеянный позже, чем томаты, он никак не мог быть распикирован с ними в один день. И вот сейчас я хочу о дате пикировки перца рассказать более подробно, почему она у всех будет разная. Еще раз повторю, что дата пикировки даже при одном сроке посева у всех будет разная. Это зависит от многих факторов. Вот слушайте, есть ведь разница, сеем мы сухими семенами или замоченными. Тот, кто сеет замоченными, ясно, что всходы будут раньше, и они будут взрослее. И в один и тот же день, например, вот на сегодня, на 12 февраля, у кого-то уже будет два полноценных настоящих листка, а у кого-то не будет еще ни у одного. Потому что сухие семена всходят очень долго. Я сеяла сухими семенами. У меня вот посеянные в конце января, сегодня они только вот такие, всего лишь на двух сеянцах настоящие листья, а остальные почти в фазе двух семидолей. Ну, короче, еще совсем-совсем маленькие. Вот эти вообще только две семидольки. Этот ряд только вылазит. Сейчас расскажу про разницу, почему так всходят не одинаково. И еще, сухие семена я сеяла, но есть разница, или свежие сухие семена прошлогодние, или сухие семена двух-трехлетней давности. Семена двух-трехлетней давности могут всходить очень долго, от 12 до 24 дней. Так вот эти вот первые три ряда, видите, вот у меня один, два, три, это семена прошлогодние, то есть свежие. А вот эти семена двухлетней давности, вот эти три ряда. И видите, здесь какие-то они взошли вообще очень мало, какие-то взошли, но взошли они позже, потому что видно, что они выглядят намного моложе, чем вот эти свежие. Поэтому вот еще один фактор. И температура. Если температура подходящая, а для перца она немного выше, чем для прорастания томатов, перец всегда указывается 25-28 градусов, даже до 30 для него вот эта благоприятная такая температура для всходов. И вот если у вас температура подходящая, он у вас зайдет поскорее. Если температура ниже, вот как, например, томаты у нас всходят и при 15, и при 18, и при 20, но указано 22, 23, 24, а у перцев 25-28. Разница есть, хотя, казалось бы, 3 градуса, но все равно есть разница. Так что если у вас температура ниже, они взойдут позже. Если температура такая высокая, они выскочат очень быстро. Вот я об этом говорила, когда я на теплом полике, на кусочке теплого пола проращивала, на третий день все повыскакивали. Вот. Из этого какие делаем выводы? Значит, перцы, посеянные в один день, они будут готовы к пикировке совсем в разные даты. Если вот вы, как пишете, что у вас уже два настоящих листа, а у меня вот эти два листика, они только-только в зачатке, их настоящими-то назвать нельзя, это рано. Значит, как мы определяем дату пикировки перца? Когда они готовы? Ну, тут определяем только по внешнему виду. Даже не имеет никакого значения, когда вы посеяли, когда они у вас взошли. Перцы намного дольше живут в лотке до пикировки. И верный способ, смотрим на количество настоящих листьев и на внешний вид. Определяем только по внешнему виду. Оптимальный вот такой возраст, это два настоящих листа. Но лучше, чтобы они были не такие настоящие, как у меня, видите, вот. Ну, совсем крохотули, они только-только вылазят. А чтобы были, именно чтобы вылез один и второй настоящий лист, и было размером примерно такой же, как семидолька. Ну, чтобы он действительно был настоящий, не крохотный какой-то там новорожденный листочек. И вот тогда в фазе двух настоящих листьев считается самый оптимальный возраст для пикировки перца. Так они легко и безболезненно перенесут пикировку. Но хочу вам напомнить, что в фазе двух семидолей перец тоже пикируют. И я уже говорила в прошлом году, прекрасно, кто умеет обращаться. Но если у вас нет опыта пикировки, особенно обращаясь к начинающим огородникам, лучше подождите двух настоящих листьев. Тогда как раз корневая система вот в таком размере, она еще не сильно разветвленная, но уже достаточно взрослая для того, чтобы укорениться после пикировки. И болеет он не так сильно, как более взрослый. Взрослые перцы тоже можно, так же, как и в фазе двух семидолей, так и более взрослые можно пикировать. Но вы понимаете, когда будет много листьев у перца и будет большая корневая система, он уже будет более, как, болезненно воспримет эту пикировку и будет дольше болеть. Тогда его нужно будет более длительный адаптационный период. Листья могут подвидать, он будет у вас вянуть, его нельзя будет на солнце выставлять никуда. Все вот про это, про поздние и про ранние. И если поговорить вот с разницей, как сравним с томатами, то тут можно сказать, что у томатов и у перцев совсем разные периоды от сходов до пикировки. Если вот эти я уже распикировала 6 февраля в фазе двух семидольных листьев, и в возрасте всего 12 дней у них уже было 2 листа, у этих только наклевывается. И перцы иногда до 30 дней растут вот в этом, в первом посевном лотке. И только после этого у них наступает вот тот период, когда 2 настоящих листа, когда можно их пикировать. Но вот я теперь буду ждать. Конечно, сейчас они очень маленькие для пикировки, тем более у них тут еще столько места, они не загораживают друг друга, не мешают. Тут же и вот баклажаны, то же самое могу сказать. Они еще маленькие, у них 2 семидольки, хотя посеяны в январе, но сеяны сухими семенами. И всходили они, не очень быстро взошли, и растут они помаленьку. Единственное радует, что ни на одном сеянце нет у меня вот этой шапочки. Космонавтов нет вообще в лотке. Вот это мои семена, ни одной шапки нет. И одна шапочка, баклажаны, магазинные семена. Видите, один всего космонавтик, который сам не сбросил шапочку. Про то, почему не сбрасывают шапочки, я уже говорила, но могу еще раз сказать. Но у меня нынче даже нет примеров, чтобы показать, что не сбрасывают шапочки, как их снимать, что их нужно или смачивать, или сбрызгивать. Если найду время, конечно, сниму видео. И вообще, вот смотрите, даже сейчас, уже в таком раннем, младенческом возрасте, томаты и перцы, какие разные. Вот мы и говорим про то, что у перца более длительный вегетационный период. Для того, чтобы ему вырасти, сформировать куст, сформировать плод, поспеть, ему нужен более длительный такой срок, много ему нужно дней. И поэтому перцы, вот мы в сибирском регионе, даже кто не имеет теплицы, даже для выращивания грунта, начинают сеять очень рано. Для открытого грунта и для выращивания, например, в открытом грунте, с временным укрытием весной, всегда стараются с 1 по 15 февраля отсадиться. То есть сейчас, середина февраля, это тот самый период, когда перцы нужно сеять даже для открытого грунта. Но это те, которые высокорослые, позднеспелые, крупноплодные. Если вы выращиваете ранние сорта и скороспелые, конечно, можно сеять и в конце февраля и в начале марта, но только те, которые быстро все делают, у которых невысокий куст, которые быстро-быстро. Но есть такие сорта, сейчас уже есть и крупноплодные такие сорта, я тоже выращиваю все их. Но вот у меня вот эти посеяны именно позднеспелые. Поэтому сеем рано. До пикировки они стоят тоже очень долго, около месяца. И потом еще после пикировки будут долго расти. Но все хорошо. Главное, что они хорошо взошли, все здоровенькие. Ничего никаких, таких я нарушений у них не вижу. Все стволики чистые, ни черные ножки, ничего нет. Но все в добрый путь. Теперь перцы добавились к моим томатикам. До свидания. Продолжение следует...